Тэн Дипендент, Великобритания, что такое караван мигрантов, и почему эта тема доминирует в преддверии промежуточных выборов в США? Джо Соммерлад, Тэн Дипендент, Великобритания 31 октября 2018 года Караван мигрантов, движущийся через Мексику к границе с США, находится в эпицентре политического шторма в преддверии предстоящих промежуточных выборов Дональда Трампа обвинили в том, что он наживается на бедственном положении беженцев из Центральной Америки, чтобы разжечь антимигратские страхи При этом демократы утверждают, что президент цинично занялся этим вопросом, чтобы отвлечь внимание от проблем финансирования здравоохранения будущего отношений с Саудовской Аравией за убийство журналиста Джамала Хашоги Эта тема стала тем клином, который разделил избирателей на два лагеря по мере того, как компания вступает в свой заключительный этап История началась, когда рано утром 13 октября Караван отправился с автобусного терминала в гондурасском городе Сан-Педро-Сула Его участники надеялись найти работу и лучшую жизнь в Мексике или США, вдали от преступности, коррупции и нищеты своей родины Печально известной высоким уровнем убийств Большая часть убийств и коррупции связана с чрезвычайно прибыльной торговлей и контрабандой в США кокаина и других наркотиков Переидя сначала в Гватемалу, а затем в Мексику Группа медленно пошла на север, привлекая по мере продвижения внимания все большего числа людей Пока не привлекла внимание президента США Чтобы обосновать свои претензии, Трамп, не предлагая никаких доказательств, неоднократно утверждал, что в ряды участников процессии, которая на своем пике состояла из 7 тысяч человек, проникли группировки с враждебными в отношении США намерениями Президент отправил на границу в качестве демонстрации силы около 5,2 тысячи военнослужащих Поддержку им окажут 2,1 тысячи бойцов Национальной гвардии, привлеченных в апреле для защиты Техаса, Нью-Мексико, Аризона и Калифорнии После того, как этой весной Трамп выразил озабоченность по поводу предыдущего, меньшего по размерам каравана Сообщается также, что на месте находятся вооруженные группы ополченцев, готовые защищать территорию от вторжения Эти шаги последовали за твитом от 22 октября, в котором Трамп раскритиковал власти Мексики за неспособность остановить колонну, снова поставив под сомнение ее состав, заявив, что в нее входят преступники и неизвестные жители Ближнего Востока в перемешку У пресс-лобы Белого дома возникли вопросы к правомерности этого утверждения, и Трамп был вынужден признать, нет никаких доказательств Нет никаких доказательств, но они вполне могут быть По словам репортера Нью-Йорк Таймс Энни Кориал, которая встретилась с беженцами в мексиканском городе Уисла, караван на самом деле состоит из людей всех возрастов, в том числе пожилых, а также матерей с младенцами Собственный корреспондент-индепендент Эндрю Банкомп в репортаже из мексиканского пихихипона характеризует состав колонны так Семьи везут малышей в колясках, группа худых молодых людей, которые говорят, что в их стране нет работы Молодой женщине из Гватималы на обочине дороги помогают медики, она вывихнула лодыжку, которая опухла после шести дней ходьбы Участники каравана, судя по всему, совершенно не обращают внимания на политизацию своих испытаний президентом Трампом и просто совершают переход в поисках лучшего будущего Что само по себе опасное предприятие, поскольку люди подпадают под власть наркокартелей, торговцев людьми и коррумпированных чиновников на пути Они путешествуют большой массой, потому что количество дает им чувство безопасности Они не предпринимают никаких попыток скрыть свое присутствие на дороге к американскому контрольно-пропускному пункту в Макалине, штат Техас Что было бы логично для тех, кто намеревается пересечь границу незаконно Со своей стороны, президент США пригрозил отозвать помощь Гондурасу за то, что тот не предотвратил исход Также Трамп упорно работал над тем, чтобы навести на мысль, что его политические оппоненты слабы в вопросе национальной безопасности на фоне его собственного подхода нулевой терпимости к нелегальной эмиграции Демократам нужны караваны, им нравятся караваны Многие люди говорят, интересно, кто организовал этот караван Сказал он 20 октября на митинге «Сделаем Америку снова великой Велка», штат Невада Его настойчивость в отношении демократов, выступающих за радикальный социализм и открытые границы Что, по-видимому, может привести только к беззаконию Была подхвачена такими республиканцами, как баллотирующийся за переизбрание в Сенат Тет Круз в Техасе Который атаковал претендента Бета Рурка аналогичным образом Президент отчаянно пытается перевести тему со здравоохранения на иммиграцию Потому что знает, что здравоохранение – это главная проблема, которая заботит американцев Говорится в недавнем совместном заявлении лидера меньшинства в Сенате Чика Шумера и лидера меньшинства в палате представителей Нанси Пелоси Демократы как лазер нацелены на тему здравоохранения и не будут отвлекаться Стремясь добиться в ответ более примирительного и размеренного тона Трамп теперь пообещал разместить мигрантов в очень хороших палаточных городках, когда те прибудут на территорию США Однако их путешествие, сопряженное с огромным риском для жизни из-за недоедания, обезвоживания и постоянной угрозы насилия, не станет легче Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ